В Ненинском округе завершился межрегиональный художественный пленэр «Краски Арктики». В этот раз на ежегодное портретирование приехали мастера кисти из Коми-Республики Вологодской области и Санкт-Петербурга. По итогам работы была организована выставка. О том, как создавались картины на просторах тундры, расскажем в следующем сюжете. Разнообразие картин перед зрителями и выступления самих художников. Все это было предоставлено в выставочном зале Дворца культуры Арктика. Здесь собрались самые истинные ценители искусства. Мы проводим презентацию персональной выставки художников из Санкт-Петербурга, живопись Федора Жукова и Людмилы Бирюковой. И также мы проводим презентацию, выставку, показ пленэрных работ. У нас с 14 по 24 сентября в регионе проходит художественный межрегиональный пленэр, на который приехали художники из разных регионов. Художественный пленэр заключается в том, что мастера выезжают на местность с красивыми ландшафтами и переносит все увиденное на холст. Побывать наедине с природой и запечатлеть ее на века в столицу Заполярья приехали профессиональные художники из разных регионов. Один из них Федор Жуков. Мастер кисти, занимается творчеством уже более 25 лет. Объехал много регионов и поучаствовал не в одной сходке художников. А вот побывать за полярным кругом ему удалось впервые. Здесь я ни разу не был, поэтому мне было интересно посмотреть. Мне понравилось. Мы сначала поехали в тундру. Она не так далеко. Сам я с севера, у нас тундра дальше. А здесь такие краски осени. Все яркое, золото. На художественном пленэре с Федором Жуковым также работали и мастера из других регионов. Наталья Поликарпова в Неницком округе уже не первый раз и уже знакома с местной природой и суровым климатом. Именно поэтому выезд на целый день далеко в тундру для нее не составил труда. Пленэр в чем заключался? Мы приезжали на место, выбирали на туру. Где-то около часа у нас уходило на то, что мы искали красивые места, кому что понравится. Потом мы ее оценивали, подбирали, какая нам бумага подойдет, что там, чего, как. И уже садились непосредственно, этюдники открывали и писали эти места. Да, и можно было, допустим, нас увозили надолго, да, с обедом вместе. И тундра позволяла, можно было крутиться на 360 градусов. Несмотря на холодный ветер и дождь, Наталья за один выезд успела написать не только 3-4 этюда, но и поделиться опытом создания картин с местными художниками-педагогами, которые также приняли участие в пленэре. Будучи педагогами, редко имели такую возможность, имеем ее, потому что весь день занят с детьми. Как ни странно, редко. И вот то, что вот такая возможность появилась, да еще среди художников, грамотных, профессиональных, практикующих, опытных. Это была для нас просто школа. Такая прекрасная школа, что мы искренне благодарны организаторам. По окончанию художественного пленэра мастера представили свои работы на суд зрителей. Посмотрела работы участников пленэра, совершенно прекрасные, очень живые, очень какие-то они все свежие и одухотворенные. И вообще выставка произвела прекрасное впечатление. Очень благодарна за то, что пригласили на открытие. Также на выставку пришли и местные начинающие художники, которые открыли для своего творчества необычные идеи. Нашла новую технику рисования маслом, то есть какие-то там фишки, что-то такое. И которые буду потом использовать за своем опыте. Посмотреть картины художников можно, посетив выставочный зал Дворца культуры Арктика со вторника по пятницу с 9 до 18.00 и в субботу с 11 до 13.00. Вход бесплатный. Экспозиция будет работать до 20 октября. Василий Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». И вообще пока неếм закопчиков. Продолжение следует...